С вами снова Андрей Скутерец И сегодня я буду тюнить свою Дио Вот я её уже немного протюнил Поставил себе дзиньковочку Вот она, называется Китай Ну Китай, в общем, сразу понятно Китайская, вот так дзинькает Теперь у меня модный мопед Вот, а самое главное сегодня Это я поставлю новую поршневую Вот она, опять Куёши Вот такая вот красивая коробочка Стильная Перформансе тут, всё такое В общем, типа Япония полная Вот, на 75 кубов Керамическая Она ещё проживёт подольше Вот, сейчас я её открою Всё вам покажу Вот так вот, вот у нас башка валяется В башке Ничего необычного Сделано более-менее нормально Вот, чётенькая такая Можно её выкинуть Вот, но самое отстойное здесь Это прокладки Как всегда И в той, которую у меня раньше было Тоже была дерьмовая прокладка Вот колечки Сейчас я покажу В чём беда прокладки Вот цилиндрик достаем Так, чё-то рассыпалось Но это ничего страшного Так, палец Стопорочки Так, ещё прокладочка Так, колечек под глушачёчек Вот, всё вытащил Так, вот он у нас поршенёк Вот так вот Поставим его отдельно Так, в общем, вот прокладка Так, отберу сразу Эти бумажки Так, вот упаковочку отодрал Теперь ставлю прокладку Которая была в комплекте Вот, всё правильно Вот тут окошко Значит, вот эта выемка сюда Вот так вот Поставил И что вот это вот такое Как это понимать Вот такая вот щель здесь должна быть Это типа Нано-продувка, что ли Цилиндра Вообще невнятно На другом хуёше Который не керамический Здесь наоборот Само окно вот такое квадратное Большое А прокладка наоборот Круглая идёт В общем, полное фуфлище Никчёмная эта прокладка Хуёше Наверное, не знает Что такое прокладки Вообще Поэтому пришлось Купить другую Обычную На стоковую На стоковую Поршневую прокладку Вот Вот теперь здесь Хотя бы нет ущелья Вот этой огромной Её надо будет Просто подрезать Немного Чтобы окно полностью Было свободно Вот И эта прокладка Подойдёт Так, ну в общем Вот так вот я немножко Поработал над прокладочкой Подрезал её Так, сейчас поставлю Поровнее как-нибудь Вот В общем, окно теперь Открыто нормально Вот Дырка большая теперь Вот здесь тоже подрезал Где Впускные окна Чтобы максимально Всё продувалось И протекало Вот В общем, вот так Так что теперь Эта прокладка пойдёт А эту можно Выкинуть нахрен Я не знаю На что она подойдёт На 34-ю Дио Подойдёт Кстати Эта прокладка Вот Цилиндр очень лёгкий Потому что Керамический Остывать Вроде должен Быстрее И жить дольше Вот Ну Отливка здесь Вроде бы Нормальная Внутри Окна Обточены Так что Поршень Не застрянет Кольца Не цепанутся Вот Поршень Тоже вроде Ничего Правда Вот тут Вот надо Немного Подточить Надфилем Потому что Не очень Аккуратно Проточено Вот Куёши Ходит Чё-то Свободно Перед сборкой Все части Нужно промыть От консерванта Чтобы потом Это всё Не болталось У вас В двигле Потом Берёте Поршень Девайте На него Кольца Вот Вот их Здесь Три Вот это Никакое Не масляное Он двухтакник Масло Тут не надо Снимать Это Разжимное Кольцо Тип Как пружина И ставится оно Под нижнее колечко Под второе Компрессионное Вот так вот Просто одевается Туда и всё Так Теперь эти кольца Ставятся они Буквами вверх Вот Сейчас покажу Вот здесь Буквы есть Блин Надо сфокусировать Ну же Вот Вот Буквка К Здесь Ну тут и так Понятно Куда вверх Потому что Сам срез Здесь Необычный Плоский А вот Такой Вот И в самом Поршне Есть стопорки Сейчас Найду Стопорки Эти тоже Не по центру А немного Сверху Вот так Вот туда И надо Как раз Вставлять Кольца Вот Теперь Какой нижний А какой верхний По цвету Они абсолютно Одинаковые И по толщине Тоже Одинаковые Значит Какой верхний А какой нижний Без разницы А кольца Одеваются Вот Через верх Поршня Разжимаются Аккуратненько И одеваются Так Все Кольца Поставлены Вот их Стопорки Так вот Снизу Под нижним Кольцом Еще раз Порное Кольцо Вот Теперь Нужно Вставить Одно Стопорное Кольцо Чтобы потом Не ставить Его уже На моторе Чтобы было Удобно Только Пальц Вставить И второе Кольцо Вставить Вот так Колечко Благополучно Поставлено Вот этим Вот инструментом Вот так Чтобы поставить Новую Поршневую Нужно Снять У меня Седло Слить Бензин Из бензобака Потому что Он у меня Тоже В седле Вытащить Бензобак По-моему Снять Седло Снимать Надо будет Кожух Обдува Глушитель Вон Глушак И все По-моему Откручивать Поршневую И ставить Новую Вот так Бензин Сливается Потихоньку Вон там Пискает Вот Теперь Пока он Будет Сливаться Так Отсюда Все Нафиг Так Вот И откручу Бензобак Вытащу Все эти Тряпки И откручу Седло Так Кожух Демонтирован Седло Снято Глушак Снят Все Поснимал Вот Осталось Только Поршневая Четыре Болтика И все И она Снята Вот Так Вот Сейчас Буду Выкручивать Крест Накрест Аккуратненько Вот Я снял Старый Поршенек Вот Такой Он Как Черная Дыра По сравнению С С новым Вот Он Весь Прогоревший Вот С этим Вот Я Стантил До Этого Вот Вынул Только Это Родной Поршень Хондовский До сих Пор Стоял Вот Такая Разница В размерах 50 и 75 Кубов Офигенно Вообще Сейчас Запилю Новый Поршень Поставлю Все И будем Обкатывать Вот Как Тут Все Выглядит Снял Сейчас Чищу Старую Прокладку Аккуратненько Главное Чтобы грязь Не попала Вот Так Новый Поршень Установлен Вот Такой Он Красивенький Куешь На нем Написано Но Эта Надпись Сотрется Скоро И Будет Он Не Такой Красивый Никто Не Будет На Него Уже Смотреть К Сожал Вот Сейчас Осталось Поставить Новый Цилиндр Вот И Все Повалит Так Цилиндр Тоже Установлен Уже Вот Поршенек Там Вот Как Как Видно Я Даже С маслом Ставил Все Правильно Не На Сухую Впихивал Поршень Не Кувалды Забивал Вошел Нормально Теперь Ставим Головку Все Готово Шпильки Не Сорвал Просто Мастер Подсоединил Сейчас Свечу Без Бензобака Пофигу Сейчас Попробуем Завести Просто Хоть Чтобы Разок Пукнуло Вот Так Вот Пукает Очень Даже Хорошо Все Теперь Надо Ставить Все Обратно И Обкатывать Все Вот Я его И Собрал Теперь Ему Предстоит Длительная Обкатка Чтобы Станьте Вон Долго Вот Керамическая ЦПГ Обещает Жить Дольше Чем Обычно Надеюсь На это Теперь Вот Заведем Вот Кикстартер Стал Крутиться Тяжелее Вот Все Работает Крис Немного Вибрирует Но Это Ничего Страшного В общем Работает Теперь Буду Сперва Обкатывать Его Минут По Десять Двадцать Потом Заводить Его Чтобы Он Стоял Работал По-моему Потихоньку Ездить Начал И Сейчас Я Еще Расскажу Что В нем Стоит Из Тюнинга Чтобы Все Знали Вот По Трансмиссии Трансмиссия Вообще Полностью Практически Молоси Стоит Мультивар Ремень Молоси Сцепление С колоколом Тоже Молоси Вот Карбюратор Обычный Стоит Только Жиклер Увеличенный Фильтр Нулевик Ну Когда У меня Был 50 Кубов с нулевиком Не перл Вообще Да и Сейчас Я не знаю Попрет Или нет Просто Старый Фильтр Бокс Немного Порвался Поэтому Пришлось Пока Нулевик Оставить Вот Поршневая Естественно Терекерамическая 75 Бензобак Стоит В багажнике Вот Он Здесь У меня С этим Бензобаком Его не заливает Когда Стантиш И Перед Облегченный Получается Так Что тут Еще есть Вот Две Проставки На Амортизаторе Но Это Не Такой Тюнинг Но Зато Он Повыше Вот Еще Здесь Глушак Технигаз Стоит Оригинальный Не Китайский За Пит С половиной Тысяч Брал Но Если Что За Шесть С Половиной Он Хромом Покрыт Это Поржавел За Зиму Пришлось Его Подкрасить Немного Еще Из Тюнинга Крыльчатка Там Внутри Дайтона Стоит Красная Но Тут Не Видно Вот Коммутатор Родной Все Остальное В общем То Родное Так Что Тюнинга Еще Пока Не Так Много Вот В общем Теперь Буду Обкатывать И Потом Засниму Как Она Стантит Вот Мы Обкатываем Наши Мопеды У У Меня Новая Поршневая Смотри 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 Колдырь Ебят Куча Вот Зигарь Вот Атмосфера Обкатки Вон Один Мопед Стоит Пердит Это Мой По-моему Он тебя Перегрел Тебя Отсюда Видно Как У У Сами Валдырь Че Перегрелся Думаешь Уже Да Из воздуха Бензин Что делать То Влад Что делать Перегрелся Надо Глушить Срочно Ужас Какой Все С вами Был Андрей Скутерец Подписывайтесь Ставьте Лайки Делитесь Всем Пока